Мы поговорим о Continuous Integration в JavaScript проекте. Скорее всего, это будут мои собственные наблюдения, какие-то практические советы больше, чем сухое отступление, теория. И поэтому я не против, если вы будете в любой момент времени задавать мне вопросы, и мы с вами будем переключаться на дискуссию и обсуждать какие-то особенности того, что вы увидели на слайдах или захотели узнать. Собственно, начнем с вами… Первое, что хотелось бы… начнем уже разговаривать. Что такое Continuous Integration для вас? Что вы можете сказать? Что такое CI? Что такое Continuous Integration? Что такое непрерывная интеграция? Никто не использует? Тесты, а самое главное… Это запуск… То есть это штука, которая запускает тесты. Это постоянная проверка изменений и сборка, запуск тестов. Хорошо. Постоянная проверка изменений и сборка, запуск тестов. То есть у меня вот в Гранте Таска, она вочит Диру на изменения и запускает… То есть вы, получается, проверяете, насколько ваши типы изменений определенные интегрированы правильно вообще в весь полость проекта? То есть работа каждого разработчика интегрирована в весь проект. В принципе, Continuous Integration, если по учебнику, это как раз таки и есть процесс интеграции разных рабочих процессов в один с маленьким циклом разработки. То есть как правило… Не то, что как правило, я сталкивался с тем, что Continuous Integration считали, что это такая туза, которая где-то стоит и что-то там запускает. Но внимания ей не уделяли. Из-за этого возникали ряд вопросов. Об этом мы с вами поговорим чуть дальше. А сейчас, собственно, если мы используем процесс интеграции, что же у нас хорошего? Что мы получим на выходе? То есть зачем он нам вообще в принципе нужен? То есть если у нас Continuous Integration – это процесс, то мы моментально определяем, где у нас проблема и моментально знаем, что нам нужно поправить. То есть мы понимаем, что у нас происходит в любой момент времени. В любой момент времени у нас есть информация о нашем коде. У нас есть какой-то код, который мы можем показать как демо. Короче, у нас есть результат работы всегда. У нас всегда запускаются наши тесты, которые, собственно, проверяют тоже какое-то полезное value. Ну и из таких тоже преимуществ. Если используется правильно Continuous Integration, то момент от получения задачи до ухода этой задачи в реализацию довольно небольшой. И каждый человек в команде понимает этот процесс и видит этот короткий цикл. То есть вот мы получили задачу, вот мы эту задачу имплементировали, вот тесты, которые ее проверили, раз она уже ушла в стабильный код, в какой-то там релиз и так дальше. То есть по сути если сравнивать Continuous Integration с какими-то там, не знаю, с промышленными процессами, то вот карта процесса это и есть Continuous Integration. То есть что, зачем мы должны собирать, как у каждой из там, не знаю, слесарей, токарей или там сборщиков, в какой момент времени включается в процесс, вот то же самое у программистов показывает Continuous Integration. Показывает, ну и собственно сам процесс называется Continuous Integration. Что, какие проблемы возникают в проектах на JavaScript? Ну сейчас про JavaScript говорят много, проектов много, проекты разные. Ну все-таки есть часть проектов, у которых не full stack JavaScript. Это такие, ну почти саппортная работа, да, то есть нас приглашают на какие-то проекты, которые написаны там на Java, C Sharp или еще на каком-нибудь другом языке программирования. И мы выполняем, мы, я имею в виду JavaScript разработчики, мы выполняем какую-то работу, которую там великие джависты или C-шарпники не хотят делать, грубо говоря. И в таких проектах часто говорят, ну я не знаю, что ты там делаешь, ну вот свои файлики, свои CSS-очки, там картиночки, положи нам вот тут где-то в томкатах, мы их там потом задеплоим, оно там где-то попадет в наши варники и так дальше. Ну в понимании разработки это, наверное, самое запущенное состояние CI. То есть мы ничего не проверяем, мы ничего, наш код не интегрируется. То есть у нас есть что-то, о чем знает только там ограниченное количество избранных JavaScript, да, фронтендеров и процесса CI здесь нет. Конечно, в таких случаях стоит прививать, да, объяснять, что у нас все-таки тоже язык, да, мы тоже программируем, что у нас тоже есть тесты, у нас есть покрытие. У меня был проект, на котором покрытие моего кода, моего имеется в виду JavaScript, не только я его писал, было выше, чем покрытие Java кода, да, и когда об этом узнали джависты, они были в шоке. То есть как так у вас там, вы что-то там вот это вот скопировали, оно в браузере заработало, и у вас оно еще и тестами покрыто? Ну не может быть. Бывает еще такая ситуация, когда, ну да, мы знаем, что мы можем писать тесты, мы знаем о билдах, мы знаем обо всем, о чем говорят на конференциях, но мы пока, вот у нас есть грант, да, она вотчит директорию, но мы никаким образом ее, ну мы не интегрируем, то есть нам continuous integration не нужен, у нас есть svn или git, туда попадают наши изменения и, собственно, зачем? Ну, тесты мы не пишем, запускать ничего на сервере не надо, все лежит в гите, все и так прекрасно. Ну тут, мне кажется, проблема именно в тех людях, которые пишут JavaScript, тут ломать надо не каких-то там виртуальных джавистов, а именно себя самих, то есть заставлять писать себя JavaScript-тесты, пробовать различные подходы и к процессу разработки, и к тестированию. Ну, самый такой простой и понятный процесс, ну и я считаю, что близкий к идеальному, если лучше и враг хорошего, то вот хороший процесс — это когда у нас есть тесты, они запускаются на continuous integration, continuous integration, для нас не пустое место, мы его учитываем, мы каким-то образом влияем на упавшие билды, ну поднимаем упавшие билды, смотрим, как у нас там, что проходит, то есть процесс интеграции идет нормально. Ну и такой идеальный вариант — это когда наш код, который попадает там в какую-нибудь ветку, допустим, мастер, и запускается на continuous integration сервере, и если наши тесты прошли, если все хорошо прошло, и этот код сразу начинает деплоиться, то есть это уже такой next level, ну пока я думаю, что это что-то близкое к области фантастики, по крайней мере для нашего проекта это точно, но было бы неплохо, если бы continuous integration сам занимался тем, чтобы деплоил этот код туда, куда какие-нибудь там production, ну или хотя бы на тестовый environment для того, чтобы можно было уже его посмотреть, протестировать. Может быть у кого-то есть какой-то другой, вот другая стадия с CI на проекте, как-то по-другому у вас? Кто использует CI активно и много? И у вас есть место, где это все запускается, и вы там поднимаете, когда… последний пункт уже руками через страну… Ну тоже вариант. А у кого первый пункт? Что ни у кого такого опыта не было? Ну окей. Ну мы поговорили о том, какие стадии бывают. Теперь, допустим, у нас есть continuous integration. Какие проблемы с continuous integration могут быть? То есть на что стоит обращать внимание при организации самого процесса и каким образом бороться с проблемами? Ну и какие они сначала есть, а потом как бороться? Собственно, нечего интегрировать. У нас есть код, который ничем не проверяется, никаких у нас ни тестов нет. Делать просто статический анализ кода и говорить, что наш build там проходит правила JS hint, ну это или еще какие-нибудь, это не совсем корректно. Все-таки стоит обратить внимание на написание тестов. Об этом поговорим чуть позже. Частый такой, ну анти-паттерн, я считаю, что есть continuous integration, но за ним закреплен вот конкретный человек и он вот, ну просто вот терпит всю боль и унижение, когда падает build, то есть он его подымает и его там ассоциируют с этим Jenkins'ом. У меня был один из проектов, на котором я попробовал поднять Jenkins'ы и запустить процесс continuous integration'ы. Ну я уже там два года не работаю, ну это ипановский проект, но когда мимо них прохожу, они говорят, о, это тот человек, который у нас основал Jenkins'ы. То есть Jenkins'ы и вообще все tools'ы continuous integration'ы это не персональная прерогатива тех, кто его установил или настроил или продвигал. Это инструмент всей команды и поэтому вся команда должна обращать внимание и не быть равнодушным к тому, что build упал или не упал. Собственно, это один такой из антипаттернов. Следующий. Часто бывает, что continuous integration просто не информативен. То есть он что-то там запустил и либо build successful и там куча репортов. Репорты там по каверджу, статический анализ, куча-куча-куча всего. И открываешь Jenkins, ну и не знаешь куда смотреть. Я считаю, что это один из тоже антипаттернов. Ну и еще такой проблемный момент, это когда наш Jenkins'ы работает медленно или медленно нестабильно. Дальше мы с вами поговорим, как эти проблемы можно решать. То есть для того, чтобы было что интегрировать, надо не забывать о процессе TDD. То есть можно писать test after, но идеальным вариантом для написания тестов это все-таки является процесс TDD в разных его вариациях. То есть мы можем использовать acceptance test driven development, BDD стиль или какой вам больше нравится. У Игоря там были разные фреймворки, разные подходы на слайде. То есть можете посмотреть и выбрать то, что по душе вашей команде. Но тесты надо писать. В JavaScript и в любых интерпретируемых языках это надо писать. Это еще более важная задача, чем в компилируемых. Потому что в компилируемых как минимум компилятор может выдавать какие-то ошибки. У нас ничего ошибки не может выдавать. Мы можем, не знаю, MD5 сумму от файла положить в файл и закоммитить и ничего не упадет. То есть поэтому тесты важны, тесты нужны. Ну и в процессе TDD ваши тесты являются мостиком между вашей задачей и вашим кодом. То есть если вы будете писать с использованием TDD, а кто пишет с использованием TDD? Ну иногда это тоже процесс и иногда TDD это скорее всего не TDD. Почти беременны. Так, про TDD стоит его использовать, стоит писать тесты до и тогда, во-первых, ваш код будет соответствовать тому, что от вас требуется. И, собственно, ваши тесты будут проверять именно ту задачу, которая была перед вами поставлена. Не обязательно юнит-тесты. Вернее, как бы вот в этой пирамиде говорится о том, что юнит-тесты — это такой фундамент. Их должно быть больше всего. В следующий момент должны быть integration-тесты. Их должно быть чуть поменьше, чем юнит-тестов, но побольше, чем UI-тесты, end-to-end-тесты, которые там прокликивают какие-то важные flow. По факту, по моему опыту, сложность написания тестов именно сложнее всего писать UI-тесты. И они там дольше всего выполняются. Это самые такие, ну не то чтобы неинтересные, интересные, но тяжело и саппортить, и разрабатывать. Ну юнит-тесты — это при правильном подходе они должны писаться, ну как щелкаться, как семечки. То есть если у вас на проекте другая пирамида, то скорее всего, ну или не такая пирамида, то скорее всего вам довольно тяжело бороться с тестами. То есть либо UI у вас очень много тратят, либо как-то не так вы распределяете время, наверное. Хотя, может быть, если вам удобно. Так, по поводу, ну это мы с вами поговорили, что должны быть тесты, должен быть процесс написания с тестами. Сейчас поговорим о неинформативности. Вот это фотография, фотография этой доски Дженкинса, ну не доски, а монитора Дженкинса о упавших билдах. И, ну вот, казалось бы, билды упали. Вот в этот момент должен был быть такое прединфарктное состояние у всех людей, которые увидели весь этот монитор. Но на самом деле проект привык к тому, что у них все красное, ну а мы ничего не можем сделать. Я говорю, ну а кого-то это интересует, и находят такого мистер Дженкинс, а вот его это интересует. Я предложил им помочь, чуть потроллить всю команду, но они обиделись, отказались. То есть мы делаем так, нам так удобно. Да, у нас все красное, мы к этому привыкли. Мы не знаем, что именно упало, что работает. Ну это что-то из тестов, но мы не можем его пофиксить сейчас. Сейчас по нашим вот обычным тестам, я имею в виду по мануальным тестам все работает, поэтому сюда мы можем не смотреть. Поэтому сюда мы можем не смотреть. Как с этим бороться? Попробовать, если у вас вот такая вот красная доска, попробовать всю эту доску свести к вот такой вот штуке. Просто сделать так, чтобы у вас показывалась одна кнопка, красная или зеленая, прошел, билд собрался или нет. Если у вас это получится, намного информативнее видеть только один сигнал, если она стала красной, выполнять какие-то действия, чтобы она перестала быть красной, стала зеленой. Если у вас это получится и вам этого будет мало, сделайте еще вот такую кнопку. Две кнопки заменяют огромный, огромный пласт информации и тут все понятно. С одной стороны билд прошел, с другой стороны покрытие 90%. Сделайте какие-то ограничения, если покрытие ниже там 50%, сделайте ее красной. Чтобы кого-то это беспокоило и кто-то старался поднять coverage выше чем 50%. Ну не то что кого-то, это чтобы беспокоило всю команду. Следующие самые интересные слайды, это собственно, каким образом побудить команду делать так, чтобы поднимать билды. То есть у нас есть шапка. Вот, кстати, когда я предложил тому проекту, у которого этот красный монитор шапку, они обиделись. У нас есть шапка и тот человек, который сломал шапку, сломал билд, одевает шапку. Да, у нас есть разные проекты и разные шапки. Ну, в общем, здесь вот иногда спрашивали, вы что там, строители? У меня инстаграм как будто у нас и правда бригада строителей работает. Довольно забавно. И первая неделя, когда мы ввели вот это, у нас даже Дженкинс ни разу не уфал. И очень тяжело было получить эти фоточки. Ну, я советую вам тоже, это такое легкое подтрунивание ваших коллег, но оно помогает интегрироваться и помогает поддерживать этот continuous integration процесс. Ну, вот иногда это корона, иногда это шапка строительная. Если не сломал, то корона. Не-не, это просто разные проекты. На одном из проектов мы одевали корону, вот сейчас мы эту строительную каску одеваем. Теперь давайте поговорим, ну так, вкратце, о инструментах. Опять же, у Игоря там был огромный слайд о различных инструментах. Я бы хотел отметить парочку. Вот Дженкинс, который уже, наверное, икал тут несколько раз, потому что я говорил его, надеюсь, не упал. И вот этот Strider CD. Ну, Дженкинс вы прекрасно все знаете, да? Если не используете, то прекрасно слышали. Почему я вынес вот какой-то неизвестный проект на слайд вместе с Дженкинсом? Потому что это Continuous Integration, написанный на JavaScript под Node.js. Выглядит он похоже на Travis CI. То есть он очень легко интегрируется с JavaScript проектами, там Ruby проектами. То есть как бы дефолтные такие трендовые конфигурации. Он сразу подхватывает, начинает запускать тесты, там генерировать отчеты. То есть довольно удобный инструмент. Написан на JavaScript. Можно к нему дописывать плагины на JavaScript. То есть если вы стартуете новый проект, и у вас там FullStack JavaScript, Node.js, вы пробуйте вот этот вот Strider CD. Плюс в нем еще есть такая забавная штука. Ну, это не просто Continuous Integration, это Continuous Delivery. То есть это как раз вот тот идеальный вариант, о котором мы говорили, но который еще не работает. Это когда после успешного билда мы можем сразу куда-то задеплоить. Вот Strider CD может сразу деплоить. Удобная штука, различного рода репорты можно тоже получать. Интеграция с разными там хипстерскими штуками, там всякие мессенджеры. Ну, то есть вот если бы я стартовал, делал стартап и выбирал набор инструментов, я бы скорее всего Jenkins не выбрал. Я бы выбрал вот что-то наподобие этого, скорее всего его. По крайней мере сегодня я так думаю. Теперь что касается железа. Часто Continuous Integration это такая тузовина, которую не очень-то балуют именно железной частью. То есть у нас стоит какой-то там старый компьютер Pentium 2, и на нем у нас работает какой-то Jenkins и там он запускает, но на самом деле не очень важно. Я бы рекомендовал кардинально пересмотреть эту позицию. Почему? Потому что Continuous Integration это как бы результат работы всей команды. Это такой индикатор работы всей команды. Если у вас он работает медленно, то вы ждете результата своей работы после каждого коммита иногда и по полчаса. Если много там end-to-end тестов, если он работает медленно. Поэтому крайне я бы рекомендовал подумать о хорошем железе. На одном из проектов у нас здесь стоит отдельная машина, на которой стоят SSD винчестеры, дофигища памяти. И на нем запускается только эта машина для Continuous Integration. То есть, во-первых, есть доступ к машине, то есть это никакой не облачный сервер, можно что-то пошаманить прямо здесь. Во-вторых, это работает действительно быстро. Там довольно большой проект, что-то порядка 100 человек. И если красный Continuous Integration, то не коммитят, ждут пока его не поднимут. И получается, что если билды будут отрабатывать по полчаса, будут полчаса 100 человек ждать коммита. И это довольно накладно для компании. И поэтому Continuous Integration сделали быстрый и удобный. Плюс Continuous Integration, hardware layer, должен быть информативен. То есть это должны быть какие-то там доски, мониторы, которые будут вот эту зеленую кнопку, о которой мы вам говорили, показывать большой экран и говорить, что там что-то упало или не упало. Тоже важный момент и стоит о нем подумать. Если вы используете, если у вас разработка ведется с использованием Node.js, для того, чтобы, скажем так, уменьшить сетевые расходы, даже не сетевые расходы, но вероятность того, что npm.js будет лежать, или у вас не будет интернета, или какие-то проблемы с доступностью пакетов, есть несколько вариантов, которые предлагают у вас поднять свой собственный npm. И вы можете… вот npm enterprise – это проект, который продвигают, собственно, разработчики npm, который позволяет поднять у себя npm-репозитарий. Если у вас есть желание, вы можете еще посмотреть вот этот проект Synopia. Это такой прокси на npm.js. Что он делает? Он забирает пакеты с npm.js, складывает их у себя, и в следующий раз, когда вы делаете запрос за каким-то пакетом, он просто берет из локального репозитория. Минимальные настройки. Тут не очень хорошо видно на темном фоне. Тут показывается, что он просто запустили, просто сделали тот же самый npm install. Там необходимо будет предварительные настройки сделать, но в итоге все установилось локально. Еще один из таких положительных моментов этих модулей – это то, что мы можем раздробить нашу задачу на очень мелкие. То есть если у нас получится с вами взять какой-то большой проект и разбить его на подпроект, и выделить его как отдельный модуль, нам будет гораздо удобней поддерживать, ну не то чтобы гораздо, но мы будем понимать, что вот этот модуль авторизации, мы используем такую-то версию вот в этом проекте, в этом проекте используем другую версию. Всегда можем знать состояние этих модулей, мы всегда можем понимать статус по модульну. То есть вот это many small modules – это один из подходов в Node.js, в npm. И он имеет смысл. И если у вас очень много кода и ваши тесты работают очень медленно и непонятно что делать, то я бы вам рекомендовал попробовать разделить его на модули и вынести как отдельные проекты. Таким образом тоже можно ускорить работу ваших тестов, ну просто разнеся по каким-то логическим частям ваш код. Это был хэллоуин, когда я готовил этот слайд. И так получилось, что для запуска нашего кода нам нужен браузер зачастую. Если мы не используем, не пишем код только для Node.js, то, как правило, нам нужны браузеры. Вот для того, чтобы запускать обычный браузер, у нас довольно большие накладные расходы. Плюс он не всегда запускается, могут быть различные проблемы, поэтому там фреймбуфер нужно иметь, или там иксы запущены. Короче, настраивать запуск на CI обычного браузера гораздо дороже, чем запускать headless браузеры. Самый известный это phantom.js, это headless браузер, сделанный на движке WebKit, эмулирует модель окружения браузера. Ну и, собственно, мы почти все можем там сделать. Но, конечно же, это не браузер, и, конечно же, есть особенности, которые его отличают. То есть в какие-то моменты он может себя вести не так, как ведет себя браузер. Помимо phantom.js есть вот еще такие, как zombie.js, casper.js, slimer.js. Ну это все вот эти вот персонажи из хэллоуина, это все headless браузеры, и они работают кто там на движке Rino, кто на WebKit, кто и тот, и тот может использовать. Ну смысл в чем, что если вы хотите оптимизировать работу своего CI, вы можете попробовать использовать их для запуска ваших тестов. Загружаем их файлов, да, то есть мы все в один файл конкатим и подгружаем только один файл вместо там, не знаю, 500, 1000. То же самое делайте и в тестах, то есть я проводил эксперименты. Если взять, подключить вот в headless браузере, в обычном браузере, подключить все мои тесты и весь мой код, то работа этих тестов значительно медленнее, ну в разы, там даже в десятки раз. Вместо 10 секунд я мог ждать полторы минуты, пока выполняются все мои тесты. Поэтому крайне рекомендую вам для запуска ваших тестов на CI, локально делать конкатенацию тестов, делать, вот тут не видно опять же, я не думал, что у нас будут такие проблемы, делать файлик карты, который будет в конкатенированном файле указывать, грубо говоря, делать указатель на реальный файл. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы потом, если у вас этот код будет запускаться в вашем браузере, по вот таким вот, по вот таким комментариям браузер вам будет подсказывать, где этот код реально лежит. Ну и его можно будет удобно дебажить. То есть там в дебаггере хромом по control.o, если вы будете набирать название вашего теста или вашего файла, то он подскажет и укажет вам. Ну и соответственно, когда ошибки в консоли будут выпадать, то будут выпадать не на скомканном файле, а на конкретном вашем файле, который у вас лежит в проекте. То есть почему я это вынес? То есть те оптимизации, которые вы проводите с кодом перед тем, как его деплоите, перед тем, как его выкладываете в какой-то реальный environment, делайте то же самое с вашим Dev environment. То есть я не уверен по поводу Aglify, я не пробовал насколько это быстрее или медленнее, но по крайней мере вот конкатенация это нужно и полезно. То есть если вы делаете оптимизацию, чтобы там меньше работать с домом, меньше работайте с домом и в тестах, а лучше вообще не работайте. То есть мокайте все методы, которые делают запросы к дому и в тестах постарайтесь полностью абстрагироваться. То есть все, что касается перформанса для запуска тестов, это тоже важно и нужно. Нам в работе помогает вот такой вот мужичок Lyman.js. Это такой проект, который базируется на гранте, но несколько более высокого уровня. То есть мы не пишем грант-таски. Там уже есть такие предопределенные сборки для разных фреймворков. Там для Angular, для Backbone, для Ember. И мы просто доверяем разработчикам вот этой штуки. И они за нас уже делают и эти мапы, и конкатенацию, и запуск, и запуск на CI, и там запуск n2n тестов. И там все-все-все, что нам нужно вот в конкретный момент времени. Ну, в принципе, я уже буду заканчивать. О чем я хотел еще сказать. Все, что касается continuous integration, это все очень сильно подтверждает теорию разбитых окон. То есть если у вас есть здание, в нем разбили окно и это окно не починить, то через какое-то время в этом здании разобьют все окна. В continuous integration это просто, мне кажется, хрестоматийный пример. Если у вас упал build и никто его не поднимает, то через какое-то время у вас будет все время красная джоба и никому до этого не будет никакого дела. То есть поэтому это и непрерывная интеграция, потому что постоянно необходимо интегрироваться, постоянно необходимо следить за процессом, постоянно необходимо его как-то и улучшать, и поддерживать, и обращать внимание на довольно многое количество параметров. У меня все, если у вас есть вопросы, задавайте.